В Омске открылся пятый юбилейный национальный кинофестиваль дебютов движения. Он продлится пять дней. В наш город приехали звезды отечественного кинематографа, актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы. Посмотреть конкурсные работы. Амичи смогут бесплатно в кинотеатрах «Вавилон» и «Галактика», а также в драмтеатре и цирке. Моя коллега Елизавета Василевич сейчас находится на церемонии открытия фестиваля. Она готова поделиться первыми новостями и впечатлениями от кинофорума «Лиза, тебе слово». Да, Саша. Ну, конечно же, не Канна и не Венеция. Но если говорить о традициях кинофестивалей, то здесь мы похожи. Презентации новых фильмов, актерские дебюты и, конечно же, «Красная ковровая дорожка», по которой прошли звезды российского кинематографа Анна и Артем Михалков и Сергей Безруков. Ну и, к слову, с погодой сегодня тоже повезло. Плюс 15 градусов, так же, как и в итальянской киностолице. Уже прошла официальная пресс-конференция, посвященная фестивалю, на которой было озвучено, что в этом году на движение было потрачено 29 миллионов рублей. Предлагаю послушать фрагмент. Благодаря Министерству культуры Российской Федерации, который увеличил нам бюджет в этом году до 22, Омская область увеличила бюджет от 5 до 6, и наш соорганизатор фонд «Мечте навстречу» – 1 миллион. Но я хочу отметить еще, если мы прочислительные, что в этом году нас больше, чем в предыдущие годы. Собственно, увеличение бюджета и позволило нам принять большее количество гостей. У нас 197 в этом году. Елизавета, а какие фильмы в этом году смогут увидеть «Мечи»? В этом году за 5 дней «Мечи» смогут увидеть более 20 фильмов. Это короткометражные, полнометражные и документальные фильмы. В общем, программа будет достаточно насыщена, и вот можно увидеть уже первые эмоции участников фестиваля. Ну а что непосредственно сегодня сможет увидеть публика и кому доверили открыть фестиваль? Буквально через несколько минут начнется премьерный показ фильма Оксаны Карас «Отличница». Снимался он как восьмисерийный телевизионный проект, но специально для фестиваля сделали его укороченную версию. Саша? Тешлиш, спасибо. Будем ждать от тебя новую информацию. Ну а мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok